Оптимизация работы медицинских организаций и компаний по иммунизации населения – программа, направленная на укомплектованность врачами медицинских учреждений. В 2022 году работа по национальному проекту здравоохранения велась в Самаре по нескольким направлениям и оценивалась по восьми показателям, одним из которых является информирование граждан о вакцинации, профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни. По прогнозам, исходя из результатов работы в прошлом году, положительная динамика сохранится и в 2023-м. Тем не менее, поставлена задача усилить информационную кампанию о необходимости прохождения диспансеризации и вакцинопрофилактики. Соответствующие материалы будут размещены на сайтах администрации города, внутригородских районов, социальных сетях и в СМИ. Одним словом, будет сделано все для того, чтобы в максимально доступной и понятной форме разъяснить преимущества иммунизации для сохранения здоровья граждан. Планируется размещение не менее 2000 информационных материалов. По вопросам подготовки информационных материалов, проведения встреч с отдельными категориями гражданами, администрация города заключена соглашение о взаимодействии с Самарским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Активно в 2022 году велась работа по укомплектованности медицинских учреждений врачами. Для исполнения этого показателя реализуется программа сохранения и укрепления общественного здоровья на территории городского округа Самара на 2020-2024 годы, в соответствии с которой врачам поликлинического звена и медицинским сестрам предоставляются дополнительные меры поддержки. В 2022 году дополнительными мерами поддержки предоставлены 233 врачам и 25 средним медицинским работникам. С целью привлечения медицинских кадров для работы в государственных учреждениях здравоохранения с 2022 года внесены изменения в условия предоставления компенсационной выплаты за наем жилья, помещение путем охвата всех территорий города. Это значит, что теперь обратиться за компенсационной выплатой могут врачи, которые снимают жилье на территории города. Отдельная мера поддержки оказывается и студентам в виде ежемесячной выплаты в размере тысячи рублей. В прошлом году деньги получили 194 студента. В 2023 их число увеличится до 250. Глава города Елена Лапушкина на рабочей встрече с руководителями медицинских учреждений отметила, что в этом году необходимо не только достичь нужных показателей, но и улучшить обслуживание населения. В 2023 году работа по реализации нацпроекта здравоохранения продолжится по всем существующим направлениям. Ольга Павлова, Константин Головин, События.